приветствую тебя инженер откуда вода в кране не задумывался нет ну серьезно вода течет только сверху вниз но ни на одном судне я не видел огромной водонапорной башни типичный контейнер аносец люди живут на палубах cd и f выше есть еще мост они же есть места общего пользования и везде везде есть кран с водой а вот танки запаса воды находятся вот тут так математика заходи и физику с собой прихвати высота каждой палубы около трех метров и так а пар эйби сиди и f bridge ниже есть еще 2 3 и 4 палубы и того 11 штук по 3 метра каждая 33 метра давление столба жидкости 1000 на 981 и на 33 и того 323 тысячи семьсот тридцать паскалей или ноль целых триста двадцать четыре тысячных мега паскаля или три целых девять десятых бара такое давление необходимо развить в нижней точке системы чтобы поднять воду на мост плюс к этому нам нужно чтобы вода там струячила добротной струйкой а если все разом захотят помыться чтобы напор сильно не падал поэтому наши три целых девять десятых бара можно смело умножить на 2 получим 7 целых восемь десятых бар такое давление легко развивает центробежный насос но не работать же ему постоянно на нагнетательном участке установим два пресса стата один будет запускать насос если давление сядет ниже пяти бар а второй остановит его при достижении давления 7 целых восемь десятых бара чтобы после остановки насоса давление в трубе не падала установим после насоса невозвратный клапан так но уже вроде работает вот только вода жидкость слабо сжимаемая на эластичность труб тоже надежды нет так что при любом даже незначительном расходе воды насос будет пускаться долго в таком режиме он не протянет нужен аккумулятор с чем-нибудь сжимаемым нет токсичным и дешевым а лучше вообще бесплатным точно воздух возьмем-ка мы герметичную бочку поместим ее вот сюда при состав ты заведем уже на нее заполним ее водой процентов на 70 а верхнюю часть и закачаем сжатый воздух до значения 7 целых восемь десятых бара вот как это работает сейчас по мере расхода воды сжатый воздух будет выдавливать ее из бочки в трубу на расширяясь при этом что будет сопровождаться плавным падением давления в бочке насос не запустится пока давление в бочке не упадет до 5 бар 5 бар пуск насоса вода заполняет бочку сжимая воздух как поршень давление в бочке растет и на отметке 7 целых восемь десятых бара при состав тормозит насос они возвратник запирает воду в бочке бочка это называется гидрофор гидрофор инженер инженер гидрофор будьте знакомы тут нам еще не хватает кстати передохранителя в чудеса я не верю но они все равно периодически случаются поэтому пускай лучше будет мерительное стеклышко еще на него повесим чтобы уровень контролировать манометр воткнем чтобы совсем все по-взрослому было дренажный клапан и инспекционный люк ну вот полный кухонный комплект дружище каждый день сотни хороших пабликов погибают на задворках попкорнового контента ютуба сохрани жизнь прояви активность поставь лайк и чиркани комментарий любой все что есть в голове руководство паблика ценит твой вклад и подогреваемые фидбэком штампует новое видео мы еще увидимся «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok